Транссибирская магистраль Транссибирская магистраль Транссибирская магистраль Транссибирская магистраль Транссибирская магистраль Что меня действительно удивило, так это количество деревьев. Куда ни посмотри, везде деревья, деревья, деревья. Я думаю, что это вот по-настоящему что-то, что мне запомнилось и удивило меня. И еще меня поразила ваша природа, особенно в районе озера Байкал. Да, в России, пожалуй, были моменты, которые меня удивили Конечно, было что-то, что оказалось и неправдой О России какие-то мифы, которые были развеяны Что-то оказалось правдой Но действительно, что удивило меня, так это некоторое суеверие Ну вот, например, чашка упала и разбилась И я сказала, что можно ее склеить А хозяйка дома сказала, нет-нет, склеить нельзя, нужно выбросить Если мы склеим, то это к несчастью Или вот, например, я забыла что-то дома Вернулась, и мне хозяйка сказала посмотреть в зеркало Иначе что-то плохое обязательно случится Или вот еще Я поставила на стол пустую бутылку Но мне сказали, нет-нет, так делать нельзя Нужно обязательно поставить на пол А еще что меня поразило, так это мужчины в России Они больше джентльмены, чем мужчины в Европе Они пропускают дам вперед И в отношениях они бывают более серьезные Вот, например, я познакомилась с парой И он сказал, это моя будущая жена Я подумала, ничего себе Он уже так далеко заглядывает в будущее И еще отношения начинаются гораздо раньше, чем в Европе И я должна сказать о женщинах Бельгийские женщины отличаются от россиянок В России женщины придают большое значение своей внешности И они тщательно красятся А в Европе можно увидеть, как женщина побегает из дома в одной пижаме Еще очень отличаются новостные программы Например, здесь очень много показывают новостей об Украине А затем я захожу в интернет и смотрю, что пишут в Бельгии И нет новостей совсем другие Ну вот, мне понравилась такая еда русская Когда мясные шарики в тесте И они готовятся на пару Да, это мне понравилось Еще я заметила, что в России много едят картошки И даже есть такой сэндвич с картошкой В Бельгии у нас не так Уж либо это сэндвич, либо картошка Вообще я знала немножко русский язык до того, как приехала в Россию Потому что год я учила русский язык в Бельгии И каждую неделю я занималась по два часа Поэтому какие-то основы у меня были Но в России я выучила еще и другие слова Но мне сказали, что эти слова произносить лучше не надо Это такие слова, как бухать Еще мне понравился напиток Сбитень Да, еще такое слово Забей Кажется, это означает Отдохни, расслабься А ты хоть?